Привет, привет, привет. Как твои дела? Надеюсь, что у тебя все хорошо. Сегодня я тебе покажу, что я привез из Таиланда. Видео будет длинное, привез я очень много всего, так что начнем. Вот такая вот коробочка. Если я правильно понял, то здесь внутри конфетки и вот такая вот собирается конструкция в виде кролика с конфетками. Ну, потом вместе с тобой откроем, посмотрим, что это такое. Дальше. Вот такие печеньки. И здесь тоже какая-то внутри небольшая будет игрушка. Так, следующее. Вот такие вот палочки. Они делаются из тростникового сахара. Ну, вот она еще запечатанная. Но мне сказали, что это прям очень-очень вкусно. И это обязательно стоит попробовать. Значит, попробуем. Следующее. Это у нас манка. Сушеная манка. Королевская, между прочим. 200 граммом. 200 грамм манка. Здесь внутри такие большие, большие куски сушеного манка. Ну, вот это я уже пробовал. Это очень вкусно. Но с удовольствием вместе с тобой еще раз это попробую. Дальше, дальше, дальше. Семечки. Вот такие. Так, нет. Вот. Вот. Вот такие семечки. Это обычные, обычные семена подсолнечника. Но они обжарены в кокосовом масле. То есть за счет кокосового масла у них прям вот очень интересный появляется привкус. Очень вкусные семечки. Мне прям очень понравились. Поэтому специально купил одну упаковку, чтобы вместе с тобой попробовать. Так, дальше, дальше у нас начинаются конфетки. Вот такие. Это взрывающиеся конфетки. Вот эти со вкусом не очень понятно чего. Но взрывающиеся. Вот такие конфетки со вкусом колы. Вот такие со вкусом. По-моему, ежевика это, если я правильно перевел. И, 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 и. Вот такие вот. Тути-фрути. Попробуем, попробуем, какие они на вкус. И как они будут лопаться и взрываться. Так, дальше, 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 дальше. Скитлз. Ну, оригинальный Скитлз. Ну, он вот в такой вот пластиковой упаковочке. У нас я такого не видел. Мне вот интересно, он на вкус будет такой же, как у нас? Или чем-то будет отличаться? И так же в такой же вот необычной пластиковой упаковочке. ММДемс. ММДемс Минис. То есть, мне кажется, это будут какие-то маленькие. Маленькие ММДемсики. Маленькие-маленькие ММДемсики. Ну, откроем, попробуем и узнаем, что такое ММДемс. ММДемс Минис. Далее. Вот такие вот конфетки у нас тоже. Я таких не видел. Холлс. Холлс. То есть, там маленькие-маленькие леденцы. И вот это какая-то специальная серия. Голлс. Цветные. Ну, видимо, видимо, цветные конфетки Холлс. Вот такие я уже покупал. Но вот именно вот эти, которые Limited Edition. Таких-то я до этого не видел. Так, следующее. Вот такие вот штуки мне очень нравятся тем, что вообще непонятно, что это такое. Это, судя по всему, что-то вроде конфет. Но это не точно. То есть, вот это нужно открывать и смотреть, что же это, что же там внутри. Следующее. Вот такие вот конфетки Дентин. Вейвс. Разберри лимонад. Да, это лимон... Ой, пиво лимонный. Малиновый. Малиновый лимонад. Это маленькие освежающие конфетки. Очень вкусные. Ну, наверное. Так как бы это Нью. Я их до этого не пробовал. Но вот эта фирма Дентин, она делает очень вкусные, очень хорошие швачки. Которые я, кстати, сейчас тебе и покажу. Смотри. Так, вот такой вот Дентин. Это клубника. Дальше вот такой Дентин. Это мята. Вот такой вот черничный. Дентин Айс. Вишня. Дентин Айс. Айси лайм. Ну, видимо, это мятный лайм, скорее всего, будет. Сплэш. Это клубника с лаймом. То есть сама швачка клубничная, но внутри лаймовая кислая начинка. Миднайт Минт. Ну, какая-то полуночная мята. Полуночная мята. И вот такие вот. Это Кларец. Это другая немножечко фирма, но тоже хорошие мятные швачки. Вот это вот все, я думаю, мы с тобой вместе. Попробуем. Вот эти вот вкусные, 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 вкусные. Швачки. Так. Дальше. Вот такие вот карамельки. На самом деле купила со стеклянной баночки. Мне понравилась вот такая маленькая. Стеклянная баночка с крышкой. Ну и конфетки. Конфетки, не знаю, не пробовал. Надо будет пробовать. Дальше. Май литл пони. Май литл пони. Если я правильно понял, то здесь внутри конфетки. А вот здесь вот печать. Какая-то, какая-то печать. То есть нужно открывать, смотреть. Да, да, мы с тобой все это в ближайшее время посмотрим. То есть вот буквально вот в ближайшие дни мы с тобой вместе все это откроем и попробуем. Так, вот такие конфетки со вкусом, со вкусом лимона. Вот меня немножечко смущает надпись. То, что это охлаждающий лимон и морская соль. Боюсь даже представить, почему морская соль здесь написана. Но зато интересно будет пробовать. Вот такая вот штука. Это маленькая бутылочка, которую нужно пить перед сном. А в ней содержится там жидкость с витаминами. То есть вот это очень полезно перед сном. Если я правильно прочитал, что здесь написано. Так. Дальше. О, так, подожди. Еще. Вот такие вот конфетки. Это вот как те желтые, только это освежающий... Арбуз. О, освежающий арбуз. Но здесь про соль ничего не написано. А там было написано морская соль. Странно. Так, вот такие вот пакетики. Это витаминные комплексы. То есть они просто растворяются в водичке. На, на, на... Не вижу на сколько. Не вижу на сколько миллилитров. Ну, потом найду. В общем, они растворяются в воде. Витамин С. Коллаген. И комплекс витаминов В. Тоже не успел попробовать. Мне просто интересно, какой это будет на вкус. То есть какой вот... Какой вкус будет вот у этого напитка, который получится. Так. Вот такая вот... Вот такие конфетки. Холлс. У нас я тоже такие пока не видел. Вот в таком вот они блистере. Конфетки Холлс. Двойной апельсин. Малина. Освежающий лайм. Смешанные ягоды. Ну, или микс из ягод. И мед с лимоном. Да-да, это мы тоже вместе с тобой будем пробовать. Обязательно, обязательно будем с тобой это пробовать. Дальше, дальше, дальше. Вот такие вот палочки из рыбы. Ну, если ты смотрел предыдущие видео, то мы уже такие пробовали. Ну, попробуем еще раз. Вот такая вот это водоросли. Водоросли. Если я правильно понимаю, то это будут острые водоросли. И также вот такие вот рыбные палочки у меня есть с разными вкусами. Так, сейчас водоросли пока в сторону. Вот эти со вкусом фиш-снэк. Ход чили. Острый чили. Вот это просто спайси. Ну, то есть вот это прям, наверное, супер острые. Вот это просто острые. Потом есть барбекю. Со вкусом барбекю. Ларп и санзунг. В общем, что-то с ягненком связанное. Ну, то есть с бараниной. Если я правильно перевожу, опять же. И вот такие вот. Это со вкусом малосичуань. Не знаю, что такое малосичуань. Но у меня вот что-то вот тут. Вот когда вот такие вот нарисованы перцы. И вот здесь вот. Мне кажется, что это будет очень острое. Скорее всего, это будет очень острое. Так. Давай я сейчас все это чуть-чуть приберу. И продолжим смотреть, что еще я привез. Так. Дальше всевозможные конфетки и мармелад. Их вот у меня целая. Вот такая большая миска получилась. Давай смотреть, что здесь есть интересного. Так. Первое. Это у нас конфетки с какой-то начинкой. Саурбумб. Ну, и скорее всего, это какие-то кислые конфеты. Дальше. Вот такие конфетки. Динамайт. Ассорти с шоколадной начинкой. То есть мятные. Пустрафберри. Клубничные и апельсиновые. С шоколадной начинкой конфеты. Дальше. 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 Лаш. Ожевательные шоколадные конфеты с шоколадом внутри. О! Зефирки. Зефирки. Мне понравилась упаковка. По-моему, очень крутая единорожка. Купил только ради вот этой единорожки. Ну, может и зефир вкусный окажется. Посмотрим. Так. Вот это. А это вот у нас такие уже были. Только там была ассорти. А это только мятные конфеты. Следующее, следующее, следующее. Вот такие вот мягкие, жевательные конфеты со вкусом дуриана. Про дуриан поподробнее расскажу, когда будем их пробовать. Расскажу тебе про свой опыт пробования дуриана. Светующее. Блокс. Это жевательный мармелад. Он в виде кубиков. То есть из них можно прямо вот что-то построить. Что-то собрать. А потом это съесть. По-моему, очень хорошая, очень интересная идея. Вот и попробую. Из мармелада я еще ничего не собирал ни разу. Так. Да, это тоже мягкие, жевательные конфеты. Но это со вкусом манго. Со вкусом манго. Следующее, что тут еще есть? Кола. Кола. Ну, вот это, скорее всего, тоже мармеладки. У нас с тобой, скорее всего, будет прям отдельная встреча, на которой мы будем пробовать только мармеладки. Потому что мармеладок я купил очень много. Разных, всяких. Так что, в один из твоих визитов ко мне будем кушать мармеладки. Жусь и джели. Тоже Дисней мармеладки. Мармеладки, мармеладки, мармеладки. Разные вкусы. Разные фруктовые вкусы. Глупничные. Ну, на ощупь тоже, скорее всего, мармеладки. Очень-очень много мармеладок. Вот такие вот мармеладки. Грейп. Это виноград. Виноградные мармеладки. Дальше. Джуси. Джуси, джуси. Это тоже виноградные мармеладки, но чуть-чуть другие. Вот они, вот их прям видно. Они такие в форме, в форме... В форме... Винограда. В форме грозди винограда. Так, это у нас... Это у нас Динарекс тролли. Какие-то динозавровские... Динозавровские мармеладки. Дальше. Кубики. Square Crepe Flavor. Квадратные. Ну вот, как написано на упаковке, я... Квадратный виноградный вкус. Внутри, да, на ощупь там кубики. А вот такие вот есть еще кубики клубничные. Виноградные, клубничные. Ну, видимо, это тоже какие-то мармеладки. Так, вот такие вот есть таблетки. Мальт и... Милк. Вот, если честно, забыл, как... Малт, мэлт, мэлт. Не помню, как это слово переводить. Вот это молочные. А вот это какие-то другие. Найду перевод, когда будем пробовать. Скажу, как переводится вот это. Так. Следующее. Вот такие мармеладки. Арбузные. Так, что еще? Единорожки. Мармеладки и единорожки. Как-то у меня много единорожек. Это тоже мармелад, но он такой в виде вот таких вот палочек. А может, и не мармелад. Так. Лимон. Лайм. Так, а вот это, я так понимаю, что это тоже детальки конструктора. То есть это вот тоже какие-то детали. Русалочка. Мармеладки. Русалочка. Так, это что? Мини-коктейль. Камми. Вот такие вот в виде маленьких коктейлей мармеладки. Вот такие вот, ну, я так понимаю, что это шеле. Шеле вот в таких вот упаковочках по 30... Нет, это 30 килокалорий. А масса... Масса не указана, не вижу. Так, что еще здесь есть? Вот. Май-минт. Пол. Мятные конфетки. Динер. А, по-моему, такие были уже. Да, по-моему, такие уже были. Вот. Вот это вот точно должны быть какие-то кислые... Кислый мармелад. Так, по-моему, такие тоже уже были. Так, как-то я что-то повторно покупал. И еще единорожки. Тоже единорожки, мармеладки. Вот. Мармеладки мы с тобой тоже обязательно вместе попробуем. Так, давай я сейчас это тоже все уберу и продолжим. Так, следующее у нас с тобой будут соусы и приправы. Вот такой вот устричный соус. Он мне очень нравится. Он очень вкусный. Даже вот обычный овощной салат с этим соусом прям очень вкусный. В этот раз я его взял побольше. Ну, чуть-чуть побольше, чем в прошлый раз. Ну, в два раза побольше, чем в прошлый раз. Надеюсь, что в этот раз мне его хватит. Подольше. Так, дальше. Вот такой вот соевый соус. Он, ну, довольно-таки сильно соленый. То есть, его надо чуть-чуть. У него прям очень насыщенный вкус. По сравнению с теми соевыми соусами, которые продаются у нас. Вот, ну, такое чувство, как будто бы берут вот такой соус, а сбавляют его водой и продают у нас. То есть, вот этот он какой-то более концентрированный. Так, рыбный соус. Рыбный соус, рыбный соус. А, давай, знаешь, как сделаем что-нибудь? Будем готовить вместе с этим рыбным соусом. Я тебе поподробнее расскажу, как и из чего он делается. Там очень такая своеобразная технология приготовления этого соуса. У него очень своеобразный запах. Ну, расскажу. Дальше вот такой вот перец. Белый. И черный. То есть, это перец с горошком. Он очень ароматный. Он очень вкусный. То есть, он прямо вот... Вот его буквально несколько горошинок. И они прямо вот вкус блюда очень сильно меняют. Это очень прям вот приятно. И придают аромат и остроту. Ну, и вот такие вот... Вот такие пакетики. Это вот так же, как у нас продаются вот такие супы быстрого... Быстрого... Раз, два, три. Супы быстрого приготовления. Только у нас продаются борщи, рассольники. И фермишелевый суп. А это том-ям. Том-ям. Далее. Вот такая вот паста. Тоже для того, чтобы делать том-ям. Так. Это еще одна такая же. Тоже том-ям. Вот. Специальные приправы для того, чтобы замариновать мясо и потом его запечь. Получается очень-очень вкусно. То есть оно и острое, и соленое, и кислое. И все сразу. Очень вкусно. Так. Что еще? Что еще? Вот. Ой. Вот такая вот приправа. Ну, вообще, это что-то типа бульона. Что-то типа растворимого свинового бульона. Но... Также вот буквально пол чайной ложечки в суп, если добавить, очень вкусно становится. И что еще? Что еще тут есть? Да. И вот такой вот. Это традиционный китайский суп. Пять специй. Сладкий. Сладкий суп с корицей. То есть у него очень необычный вкус. Готовится он со свининой и с вареными яйцами. Очень вкусно. Вот. Очень необычный. Я первый раз, когда попробовал сначала, не понял вообще, что это такое. Но потом мне очень понравилось. Вот я теперь каждый раз покупаю вот такой вот суп. Ну, может быть, как-нибудь с тобой вместе приготовим и попробуем. Да. Так, это все по специям. Сейчас я все это уберу и покажу тебе лапшу, какую я купил. Лапши очень много, разной. То есть вот такая в пакетиках. Вот такая вот лапша в стаканчиках. Вот такую мы с тобой уже вместе пробовали. Это лапша со вкусом том-ям. Далее вот такая в пакетике. Вот такой вот. Сразу идет в тарелочке, в пластиковой. Наверное, самое первое, что мы с тобой будем пробовать, это будет именно вот эта лапша. Потому что вот в этой тарелочке потом будет очень удобно вот то, что у меня. То, что вот это все в пакетиках очень удобно будет здесь заваривать. И что еще? И вот такая вот еще. Ой. Вот такая есть лапша. И на самом деле в пакетиках очень много разной. То есть вот такая. Это все будут разные вкусы. Большую часть из этого я еще даже ни разу не пробовал. Так что вместе с тобой будем все это пробовать. Вот такая лапша. Вот такая. Такая. Вот такая. И даже, даже вот такая. То есть, ну, как ты видишь, лапши у нас с тобой очень-очень много. Поэтому обязательно, обязательно приходи, когда будем ее пробовать. Я думаю, что за один раз мы все это не попробуем. И даже за два раза не попробуем. Но обязательно мы с тобой вместе все это съедим. Дальше. Дальше. А сейчас я прибираюсь и брал алкоголь. Во. Вот это что-то. По-моему, вот это виски. А вот это тайский ром. Наверное, тоже это будет один. Один из поводов нам с тобой встретиться. Поподробнее поговорим про тайский алкоголь. Вот. И что? И дальше у нас остается... Вот такие чипсы. Это лейс. Вот это по-тайски написано лейс. Скорее всего. И вот у нас они всякие там с луком, со сметаной, с беконом и так далее. А это именно тайские вкусы. То есть, вот это какое-то экстремально острое. Дальше. Дальше. Со вкусом карри. Краб карри. Со вкусом курицы с базиликом. Острые чили со вкусом острых осьминогов. Чили в осьминоге. Дальше. Вот это какие-то два вкуса. Но написано только на тайском. И вот такие вот... Мьенг, кам, кроп, роз, флауэр. Не знаю, что это за блюдо, но тоже какое-то тайское. Шесть видов чипсов. Тоже мы с тобой вместе все их попробуем. Вот. А я их еще не пробовал. То есть, мне будет так же, как и тебе, интересно, какой же у них будет вкус. Все съедобное. Все, я тебе показал. Теперь чуть-чуть несъедобного. Вот такой вот у меня остался гель. В первый день я чуть-чуть переборщил с солнцем. И вот этот гель, он очень хорошо восстанавливает кожу. После загара он ее увлажняет, успокаивает. Незаменимая штука. Будешь в Таиланде и обгоришь. Запомни упаковку. Очень крутая вещь. Вот такой вот блокнотик. Недавно я уже его использовал на стриме. Специальный блокнотик, чтобы делать сигны. Вот такой вот есть. И я на всякий случай купил их два. И вот такой еще. Здесь такие же листики внутри. И вот здесь вот слоник. В этом году очень повезло с дождями. Ни разу не попадали под дождь. Вот как я купил себе в первый день. На всякий случай кинул в рюкзак. Вот такой вот защитный плащ от дождя. Так он мне ни разу и не понадобился. Так, бальзам. Бальзам, бальзам. Тайский. Тайский бальзам. Очень хорошо помогает при болях в мышцах. Следующее. Ну вот такая вот паста. Очень хорошо отбеливает. Очень надолго ее хватает. Но часто ей пользоваться нельзя. А для ежедневного использования вот такая вот паста. Она бамбуковая. Не помню уже точно состав. Но вот эта прям для ежедневного использования очень хорошая. Она на вид похожа на горчицу. Все она такого вот, такого желто-коричневого цвета. Но очищает прекрасно все. Мыло. Мыло с запахом манго. Очень крутое мыло. Очень надолго его хватает. И очень вкусно пахнет. Дальше. Вот такая вот деревянная жаба. Вот все время, пока там был, искал какие-то деревянные хорошие триггеры. Ничего не нашел хорошего, кроме вот этой жабы. Жаба прямо вот. Прекрасная. Прямо вот, мне кажется, она достойна отдельного видео. Инкалятор. Вот здесь внутри травы. И когда начинается насморк, достаточно ими глубоко подышать, и насморк отступает. И вот такие вот два слайма. А это мы были... Мы ездили в сад Нунг-Нуч. И вот там одна из экспозиций. Она посвящена динозаврам. Во влоге поподробнее тебе расскажу. И там вот я купил два вот таких слайма. Ну, то есть будет еще видео со слаймами. Обязательно. И вот такая вот коробочка. Здесь два камушка внутри. Вот черненький это агат. А вот это сапфир. Ну, вот такие вот сапфиры, на самом деле, они не особо представляют какую-то ценность. То есть он... Ну, во-первых, он плохой формы. Он не очень чистый. И вот желтого цвета. То есть, ну... Во влоге расскажу, как мы копали вот эти вот... Вот эти драгоценные, полудрагоценные камни. Было интересно. И что? И все. В общем-то, вот все, что я привез с собой из Таиланда. Мы с тобой обязательно попробуем и лапшу, и чипсы. То есть все это мы с тобой будем пробовать в ближайшие дни. Так что, жду тебя в гости. Единственное, что напиши, обязательно напиши мне в комментариях, что именно ты хочешь попробовать в первую очередь. То есть, с чего мне лучше будет начать. Ну и, соответственно, что тебе будет интереснее. С того мы и начнем. И очень рад был тебя увидеть. Спасибо, что пришел. Всего тебе самого-самого наилучшего. Любви, добра и удачи. Пока-пока.